всех приветствую на своем канале с вами лёля а это ароматы декабря 2019 года ну да очередной новый ролик новая рубрика я думаю потом возможно это сделаю отдельным плейлистом но пока он пойдет парфюмерию а может быть там и оставлю в общем я отобрала себе аж 6 духов хотела больше но подумала что я не осилист только потому что когда я делала обзор парфюмерии на осень то большую часть в итоге даже не трогала это хочется сказать всем известное но думаю большинству из зрителей моего канала известное и фраше парфюмерная вода несколько но с любви теплый ягодный немножко фруктовый оттенок очень классный мне вообще он кажется на любое время года и я сначала хотела ограничиться парой духов но думаю все таки как бы новый год и по идее должно быть новогоднее настроение у нас вообще с октября месяца в магните там какая-то мишура стала появляться новогодняя так удивилась думаю надо же вроде еще октябрь еще практически три месяца до конца года уже люди в новогод собираются играть он не смотрите что совсем чуть-чуть поюзанный у меня были и 15 карца миллиметров и 5 миллилитров минничка может быть даже такой уже второй потому что помню я покупала себе у меня закончился я купила помню по скидке покупала я редко покупаю во фраше за полную цену без скидки но иногда очень хочется и вот покупаю уже вот даже если она даже не по скидке в общем теплый классный аромат вот мне он почему-то напоминает сейчас какой-то допустим желтый чай желтый чай он как зеленый только более желтый или белый там чай вот такие старые анекдоты бородатые просто сейчас полки чайно разбиралась потому что был еще будет ролик завтра надеюсь записать ну поступил практический запрос на остатки моей чайной коллекции в общем вот мне даже сейчас чувствуется там тоненькая нотка эликсира классического от эфраше тот который мне изначально раньше очень не нравился когда он приходил в подарок и его старалась кому-нибудь вдарить даже бабушке отдавала но в смысле и не нравился и отдавала но когда нам прыскалась блин так пластилином несет а вот сейчас чувствую тонкий аромат пластилина и он мне нравится тонкий аромат пластилином то бишь классического эликсира переплетается немножко мне кажется сейчас вот отдает цветочным диском причем даже ночным цветочным диском у меня к сожалению его сейчас уже нету был флакончик мне когда-то бойфренд тогдашний дарил там был гельда душа наборчик такой флакончик до штишок какой-то про это все был написан на второй флакончик я тогда подарил тогдашней подружки которая тоже блогерша мне кажется вот то есть сейчас у нас такая знаете интересная зима я когда ездил на начале недели в гости на день рождения к другу своему но вдруг не обязательно мужского пола знаете вот у нас вот манга есть такая и там как бы по скриптум редактор отписал что в некоторых языках и слова друг и не имеет какого-то пола под собой можно сказать друг и при этом люди будут думать либо о девушке либо о парне в общем ездила я к другу на день рождения близкому и в том конце города снега было чуть больше чем у нас на самом деле сегодня тоже была на дне рождения и у нас обычно приезжают на подобные праздники родственники из колязина родственников из колязина не было но он мне сказали что в колязине снег нас до колязина где-то километров 40 от углича вот особенно из той части где сейчас обитаю потому что вот параллельно дорога еще параллельно дорогой в ту степь как раз вот от меня вот допустим прямо вот я сейчас сижу практически лицом к окну и вот как раз прямо 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 и чуть-чуть направо и вот дорога на колязин и вот дорога на колязин и в колязине снега у нас снега нет вот колязин и снег наверное еще какой нибудь минус и вот на минус очень классно летом кстати тоже очень классно и осенью классно мне кажется он такой универсальный может быть я это уже говорила возможно какой то я неправильный обзор делаю я пыталась смотреть не помню у кого обзор с руками на парфюмере. Просто загуглила в Яндексе мои ароматы декабря 2019. И вот что-то мне вырезало. Я посмотрела немножко и подумала, что надо снимать с руками. Даже сделала опрос, но что-то вот люди по большей части проголосовали за лицо. Так что вы меня простите, если вдруг я как-то не так обозреваю первый ролик. Я постараюсь потом исправиться, если вы меня ткнёте носом. Типа, Лёля, вот так неправильно делать. Надо вот так делать. В общем, сладкие ягоды. Малинка. Немножко классического эликсира. Чуть-чуть ночного диска. Мой любимый аромат. Ну, у меня очень много всяких любимых ароматов. Меня конкретно, если спрашивать самый твой любимый аромат, я могу сказать цветочная диска, но на самом деле у меня будет ещё какой-то аромат. И это всё под настроение. Я считаю, что духи, они как аниме. Они под настроение. Так же, как чай. Вот сегодня хочется, допустим, пуэра попить. Такой трагедии у меня, люди представляете. У меня осталась только одна плиточка смолы пуэра чагаа. И чуть-чуть совсем, наверное, грамм тридцать от очень большой, стограммовой, ещё подружкой, давно-давно лет пять, может, или шесть назад даренной. кусочек такой вот пуэрчика сегодня заварила, потому что у меня немножко горло чуть-чуть болит. Я вспомнила, что пуэр очень даже помогает. Вот чай, он под настроение. Аниме, оно под настроение. Музыка, она тоже под настроение. Вот какую-то музыку хочется сейчас слушать. Вообще редко, на самом деле, музыку слушать. Только вот в опенингах там, иногда в опенингах. И духи, мне тоже кажется, они под настроение. Вот какие-то... У меня нет делений, что... Вот мы тут с одной девочкой обсуждали, она говорила, что наделит там на летнее, допустим, и зимнее. Я знаю, что многие так делят парфюмерию на летнюю и зимнюю, но я в этом году заметила, что то, что у меня, допустим, обычно шло зимой, оно очень хорошо идёт летом или наоборот. Очень классный. Давайте ему первое место дадим, вот в моём тут, скажем, рейтинге моих парфюмов, моих ароматов в декабря этого года. Тут бантик такой, ну, в общем, вот это логотип их и фраши с одной стороны и с другой стороны. Я сейчас только обратила внимание, думаю, блин, оно мне вроде как к лицом, к зрителю попкой повернуло, а тут лицо-то с двух сторон. Вот есть туалетная вода, несколько носов, и она отличается, и вот, ну, не мой вариант, не понимаю я её, у меня где-то лежит пробник, сколько раз я пыталась дать ему шанс, как-то оно не пошло. Даже помню, у меня была минька туалетная, я кому-то её задарила. Ну, знаете, так, приходит к вам человек, может быть, даже что-то помочь, может быть, просто приходит по ушам посидеть, и вроде как с одной стороны хочется этого человека побыстрее спровадить, а с другой стороны, ну, как бы невежливо, да, и вы вроде его даже и не звали. А человек, иногда бывают такие люди, что вот что-нибудь дашь человеку, он тут же свалит. И вот тот вариант, я показала девочке одну эти духи груб, если понравится, забираю. Ей понравилось, даже, не знаю, может быть, там на халяву уксус сладкий, и человек свалил. Вместе с этими противными духами, этой туалетной водой, несколько нот любви. А вот парфюмерная вода, несколько нот любви. Очень на декабре, если у вас есть в коллекции несколько нот любви, откройте, пресните на себя чуть-чуть, и, ну, два-три дня хотя бы попользуйтесь в декабре этой туалеткой, парфюмеркой, пардон. Очень классно. Первое место. Второе место я решила отдать Эйвен. Эйвен Мисс Мирайс Блэк. Когда-то давно на I recommend day я писала ему отзыв и назвала его аромат солнца. Потом он что-то у меня не пошел, второй уже флакончик за мою жизнь. А он у меня что-то не пошел, и я в нем стала чувствовать те самые ноты, которые описывались в каталоге Эйвен к нему. Вот что-то восточное, терпкое, еще что-то. И мне так отвернулось. Он долго-долго стоял, потом я его доделал. Потом у меня случился еще, он попал ко мне, уже слегка поюзанный человеком, но человеку не понравилось. Человек знал, что мне это нравится. Ну, и как бы меня спросили и сказали, что оно как бы уже не новое. Ну, думаю, на флакончике-то это никак не отразилось. 50 мл парфюмерная вода. Вот даже вот не открыл, не прыская просто крышечку открыла. Я вчера им пользовалась. Сейчас он на мне совсем так тихо открывается, я его практически не ощущаю дома, но на улице, когда вот сильный ветер или холод, или просто холод и сильный ветер, я чувствую такой теплый аромат, он так согревает. Но я понимаю, что мне на себя его уже выпрыскивать намного больше, чем, допустим, обычно. Несколько, но если увидеть, достаточно пару пшиков. Даже, наверное, одного, и вот за глаза и уши, и даже просто сверху прыснуть, покружиться, и шлейф вам обеспечен. Чуть уловимый, тонкий, да, немножко вот каких-то специй добавлено, вот ощущение такое специй есть всё-таки. Тогда он мне казался сладким. Сейчас он чуть отдаёт тем восприятиям, как он тогда мне открывался, но и при этом всё-таки прысну в крышечку. Мне тут сказали, что надо нюхать кофе. У меня есть очень противный кофе, сделанный в России, в нашей области, вообще практически рядом с угричем. Настолько мерзкий, что вот, наверное, только такой аромат кофе может перебить этот. Чтобы дальше нюхать какие-то духи и описывать аромат, потому что другой кофе... Я думаю, может быть, я кроме кофе уже не буду ничего чувствовать. Почему-то мне сейчас кажется, что тут какие-то ягодные оттенки. Немножко такой вот, да, перчинки, чего-то такого восточного. Абхазией завоняло. Ладно, запахло. Заблагоухала Абхазией. И сам дизайн, он такой восточный. Вообще, я раньше думала, что Абхазия исключительно мусульманская страна. Кто же знал, что у нас первого века православная. Но я понимаю, что многие знали, просто никогда этим не интересовалась, и как-то от православия старалась держаться подальше, потому что чем больше на вас наседают какую-то тема, тем меньше она интересна, и чем меньше хочется интересоваться. Сначала я хотела исключительно их пользоваться. Но думаю, ну, может быть, там меньше, чем я думаю, и они закончатся раньше, чем закончатся декабрь. Думаю, надо всё равно будет что-то брать. Поэтому я достала ещё одни, а потом посмотрела и достала ещё четыре. Мне кажется... Кстати, на крышечке-то что-то было, оно потекло. Мне кажется, у меня в телефон кто-то что-то написал, потому что он загорелся. Ну, вы-то не видите, он там сзади на смартбуке, который лежит на ноутбуке. И вот дальше у меня вот та самая ситуация выбора, когда не знаешь, что из двух выбрать, а тут вообще четыре. И сейчас я попытаюсь разделить третье место между двумя товарищами. На самом деле я бы все три поставила на третье место. Но у нас будет вот. Они, конечно, как день и ночь, мне кажется. И вот кто знает эти ароматы, наверное, так и подумают, что ну как это вообще, они вдвоём могут быть на третьем месте, но из-за того, что они день и ночь практически. Как я уже говорила, и в своей парфюмерии последний вот ролик, обзор в этом же плейлисте, он будет, ну, в общем, интересно, гляньте. Не интересно, гляньте просто. Ну, шо вы. Если вы этот ролик будете смотреть, то вы просто обязаны дальше по плейлисту пробежаться. Это подарок от подписчицы. Кстати, которая стала начальником вот этого и предыдущего ролика вот этих уходовой косметики месяца и парфюмерии ароматов месяца. Я просто как бы даже не помышляла о таком. Мне хотелось что-то такое делать про парфюмерию, но у меня не было никаких идей. И вот благодаря зрителям люди вообще... Вы, многие из вас, мне такие всякие интересные идеи подкидываете. Я что-то... Даже в стримах что-то такое новое узнаю. Практически в каждом стриме, когда он бывает. Так что спасибо вам за идеи, и спасибо, что смотрите меня. Так, Эйвен Аттракцион Сенсация. Но у меня был просто Эйвен Аттракцион, тоже от подписчицы Лёрки из Тюрмени. Я не помню, как он пах. Но он мне, помню, нравился. Он сначала у меня стоял-стоял, а потом за три месяца уделался. Этот мне очень напоминает... Ну, видно, я его тут прыскала, да? Он мне очень напоминает... Диваж... Диваж, кажется. В общем, в Арифлейм был такой высокий, слегка кривой красный тюбик. Ну, в смысле, флакончик прозрачный. Там была красная жидкость настолько классная. Знаешь, что она снята далеко уже. Дивайн, по-моему, вот дивайн. Там у них какой-то синий или голубой диван есть. Но красного уже нет, и красный вот... Вот очень напоминает красный. Я искала не то, чтобы я так конкретно искала, но периодически вспомнила, ой, блин, мне так нравился этот аромат, надо бы где-то найти. И тут внезапно, когда уже совершенно забыла, что мне этот аромат очень нравится, но нигде не могу найти аналог, вот аналог вообще практически, будто из одной бочки разливали. Придется куда-то прыскать. Вот сейчас буду делать свод, как люди там вот на руке делают помады. Я что-то вспомнила. Я не смотрела этот ролик, я просто видела превьюшку. У Ланы Светланы, там что-то у нее у мамы сто помад, как-то так называется. Я так думаю, блин, даже не знаю, что сказать-то. Ну, каждый сходит с ума по-своему в том плане, что у каждого свое какое-то хобби, приносящее радость. Человеку приносит радость куча помад. Особенно на руке. Не надо люди говорить мне, что я тут с сарказмом или какая-то злая. Вот сегодня прочитала комментарий от человека, от которого вообще не ожидала чего-то подобного. Я понимаю, что ролик посвящен парфюмерии, но вы, кто меня давно смотрит, уже привыкли, что я так офигеваю в каком-нибудь видео по поводу чего-то. А тут ролик как раз вот по типу этого. Уходовая косметика месяца. Я как-то неприятно удивилась. Ну, никогда не ожидаешь чего-то подобного от людей, которые, кажется, вроде как нормально, хорошо знаешь. Короче, я прыскую руку. Сейчас делаю сводч духов. Я так маленько приснулась. На ноги попала, и капелька такая на руку. У меня, видимо, сегодня везде малина. Хотя, на самом деле, немножко ежевики. Вот знаете, бывает кислая ежевика. У нас в саду кислая. А бывает сладкая ежевика. Вот у меня у родственников бабушкиной младшей сестры в деревне, куда я на велике езжу за молоком. Где-то так с конца весны по середину осени иногда бывает. Что по середину осени, потому что она тёплая осень. Вот в этом году как-то не вышло у меня особо. В общем, у них сладкая ежевика. И у меня была протёртая с сахаром. Вот немножко тут осталось чаем я пила. Но мне почему-то напоминает малиновое варенье сейчас. И ежевику протёртую с сахаром. Сладкая, но не приторная. Такое тёплое, облалакивающее. На сейчас вообще самое то. Мне кажется, летом всё-таки в жару он никак. А зимой, особенно такой зимой, которая... Я поняла, что когда нет снега, и вот идёт этот сильный ветер, но снега нет, и при этом где-то минус 10, во-первых, я не соображаю, что одеть. Я хожу в осеннем пальто, и мои знакомые на меня офигевают. Типа, ты что, морж что ли? Ну как тебе вообще не холодно? Ну как бы снега-то нету, ну... И с одной стороны, думаешь, одеть зимнюю курку, так снега-то нету. А с другой стороны, ходишь в пальто, и если нет ветра, то всё ништяк. А если есть ветер, то как бы уже холодно. И вот на эту непонятную зиму самое то. Я бы даже, может быть, ему дала бы... Наверное, я им всем дам первое место. Вот это перекликается с этим сейчас для меня. И они оба перекликаются вот с этим. То бишь, два Эйвана. Эйван, аттракцион, сенсация, сенсация, аттракцион, не знаю уж как правильно. И Эйван, мы смираясь, Блэк. Ну и Фраше, несколько нот любви. Они все вот сейчас на первой линии, они как-то между собой перекликаются, и вот мне кажется, если, допустим, один закончился, и перейти к другому плавно, и закончить третьим, или там утром преснулся один, ну они как бы термоядерные такие, стойкие довольно, все три. Но начать, допустим, с нескольких нот любви, потом прийти на аттракцион, и закончить мы смираясь, Блэком. Прям такая троица. Идеальное сочетание. И вот уже такое конкретное второе место. А те будут на третьем. Вы не обижайтесь, духи. Вы тоже клёвые. В общем, второе место я отдаю. Саммер Вайт Санрайз. Мне оно кажется таким ванильным, мягким ванильным ароматом. Я специально искала такой чисто ванильный аромат в своей коллекции. У меня, по-моему, только два сейчас осталось чисто ванильных аромата. Это Морган просто такой голубенький, я не помню, как он там называется. И вот этот вот Саммер Вайт Санрайз он мне достался, кажется, из какой-то поменяшки ещё до Ютубной. Ну, то бишь, когда я Ютуб использовала чисто как склад видеоматериала с всяких лиц лётов, для какого-нибудь Стёба дружеского или ещё чего-нибудь. И вела чисто буквенный бложек на Теваретнике, ЖЖ, там, на Дайре, ещё где-то. Ну, а я общалась в одной группе ВКонтактике. Вот чисто такой ванильно-пудровый лёгкий аромат. Он не такой, как Эвиденс, хотя тоже как бы пудровый, да, чисто для меня сейчас. Но он именно ванилька такая. Немножко приклюкается с Эйвен Лав. Там ванилька и мандаринка, мне кажется. Честно, я не помню все эти ноты, которые заявлены и в Эйвен, и в Эйвен, и в Эйфраше, и в мой Морган. Но я сейчас передаю то, что я вот ощущаю. Потому что иногда написано одно, а чувствуешь вообще совершенно другое. Я не помню, какой он по стойкости, но, может быть, часа три держится. Он мне нравится. Ну, смотрите, за всё бытиё. Наверное, с 2014 года он у меня. В общем, лет за пять. Тут полфлакона уделось. И его аромат очень перекликается с цветом крышечки. Вообще, она как бы светло-сиреневая. Я сейчас смотрю на камеру, может быть, у меня сбились настройки слегка, и она передаётся слегка ближе к голубой. Такой, ну, наверное, немножко холодный голубой. Ну, она такая светло-светло-бледно-сиреневая, тёплого оттенка. И вот сам этот аромат тоже тёплый. В общем, если у вас в коллекции есть Summer White Sunrise, или же вы думаете что-то себе заказать, вот надо бы на декабре что-нибудь мне заказать. Мне кажется, он в Avon вроде ещё есть. Надеюсь, что если он ещё есть в Avon, то закажите себе на Новый год, порадуйте себя. Он, конечно, не сверх такой, он не праздничный, мне кажется. Он более такой мягкий и домашний. Может, куда-то выйти погулять. У кого-то есть собака с собакой погулять. Просто погулять с друзьями. Выйти до того же магазина, или просто выйти на улицу. Или посидеть дома и прыснуться, и кайфовать от этого аромата, словно от каких-нибудь аромопалочек, или конусов, или аромосвитчей. Очень классно. Второе место. Ну и третье место у меня разделяют два товарища, оба француза. Один снятый, с второй не знаю. Начну вот с этого. Как я говорила в своих парфюмерных обзорах коллекции парфюмерии, я думаю, что в каждом обзоре коллекции парфюмерии я говорю примерно одно и то же. Он мне напоминает цветочная диско красная. Классический такой оригинал фрашевский. И это у нас Морган. Морган для тебя. Морган де Туа. Ну и как я тоже говорила, уже я помню точно, что такое. Говорю, по крайней мере, в последнем ролике парфюмерии обзора. Я люблю сочетать то, когда болела и в школе, допустим, изучала французский, но мне хотелось английский, потому что изначально нам говорили, что мы будем изучать английский, даже первые полгода мы изучали английский в пятом классе. И в общем, изучала для себя английский и в школе французский. Я иногда просто уже писала на такой смеси English и Franzese. Особенно это у меня бывало, когда я уже в Педере в Кульке писала лекции. Вот кто-нибудь пытался потом мои лекции переписать, бывали моменты, что кроме меня никто ничего не понимал. В общем, я его люблю называть Морган де Той. Хотя я понимаю, что это совершенно неправильно. В общем, Морган для тебя. Цитрусовый, классный, красный аромат. Мандарины, сладость какая-то, немножко ягод. Яркий такой, игристый. Вот я думаю, он такой на Новый год бы самое то пошел под елкой напрыскаться и шастать. Очень такой золотной, живенький ароматик. Он мне очень нравится. У меня было разное количество флакончиков и 30 мл, и 35 мл, и 60, и вот этот 100 мл. И тут уже где-то, может быть, одна треть или где-то одна четверть осталось. А вот силуэт такой женский. Тут он, пупочек. У меня был зеленый флакончик, и там был стразик вот в этом месте как раз. На голубеньком такого нету, на этом тоже. По-моему, только на зелененьком были стразики. Ну и голубенький, он, как я уже до этого говорила, он ванилька такая. Зелененький, он более тяжелый такой, наверное, более такой свеже-тяжелый, зелени какой-то зелененький. А красненький, он такой игривый, воздушный. Очень классный. Он третье место делит у меня. Потому что как бы все-таки на холод, вот на совсем собачий холод, я думаю, он не подойдет. Но вот учитывая, что у нас декабрь такой специфический, самое то. И сейчас я буду усиленно вспоминать, кто же это у меня. Я все-таки залезу в телефон, потому что я очень усиленно путала. Я думала, у меня была ретропикаль. Но она, оказывается, давно закончилась. Возможно, она еще была в самом первом каком-нибудь обзоре парфюмерии. Сейчас в Инстаграм залезу. Что у меня там помечено было? Что это? И я просто путала под названием. Забыла уже какое было, какое не было. У меня даже еще какие-то были. Ну, очень много было в линейке еще до ютубных, до видеоблога, до видеоблогинга. У меня было довольно много разных натурелек, лимиток, снятостей уже на тот момент. Но, может быть, даже где-то фотки какие-то остались там в ВКонтактике. Я не помню. Но получилось так, что вот оно закончилось, и стояли еще какие-то две снятости и фрошевские. Я просто совершенно их путала и забыла. Забыла тут специально в поиск на фрагматик или как там ее. и внезапно узнала, что ретропикалия-то больше уже нету. Сейчас мы узнаем, что это. Так. Кого я тут оставила-то? Да, наверное, это голубые овощи. Я не помню, как их в России обозвали, но блюг-жетали они. Вот я даже считаю, что я тут в Инстаграме написала, потому что я подозреваю, мало кто из Ютуба подписан на меня в Инстаграм, учитывая, что сейчас у меня опять 900 с чем-то подписчиков на Ютубе. Спасибо, что подписываетесь и смотрите. А там у меня что-то 300, что ли, подписчиков. Я не знаю вообще, насколько. Ну, что-то так вообще совсем чуть-чуть. Никто не подписывается, иногда отписываются, если кто-то подписывается, вот такие типа рекламные страницы. В общем, Ифраше из серии Натурель. Лимитка Натурельки очередная. Голубой флакончик. Блю-вежеталь. Да, это Блю-вежеталь, он справа. Справа Блю-вежеталь у меня. Вот видно. В общем, справа Блю-вежеталь. Слева коллекция Лето. Потом коллекция Лето 2017 года была. Она уже не была во флакончике в таком, как Натурелька. Я её не покупала. Даже не помню. Может быть, даже и аромат-то не особо понравился в пробнике. Я покупаю, стараюсь покупать, по крайней мере, именно лимитки во флакончиках а-ля Натурель. И это у нас Блю-вежеталь. Лимитка 2015 года. Там ещё был гель для душа. Была целая такая серия полотенца у меня было от Блю-вежеталь. Она уже закончилась. Косметичка у меня. Она ещё жива от Блю-вежеталь. И вот самая Блю-вежеталь. Более плотный аромат. Неброский, ненавязчивый, если можно так сказать, теневой. Очень тонкий оттенок, сродни оригинальному эликсиру. Довольно тёплый. Помимо прочих, думаю, использовать его в декабре, сказала Лёля в Инстаграм. Так вот, его бы надо было отнести к этому товарищу. Но он у меня замыкает шестёрку моих ароматов декабря и идёт на третьем месте делит его вместе с Морган для тебя. И вот сейчас, вкупе того, что на мне тут побывало всех духов, я чувствую лёгкую свежинку, помимо того, что описала. Если у вас в коллекции ещё такое счастье осталось, то на декабре, я думаю, оно тоже очень вполне себе подойдёт. Если не какой-то там выход, ну, повседневный, я думаю, аромат это, скорее всего. Конечно, оно не праздничное, они под 31 декабря, 1 января, да, там, в ночь. Не на 25 декабря, это 24-25, это Рождество католическое, ещё что-то. Ну, просто ходите на работу, если он у вас есть, дайте ему шанс, приснитесь. Ходите там в какие-нибудь гости, не особо такие, ну, к друзьям, к родственникам, просто вот куда-то, где не надо особо выпендриваться, показывать себя, посмотреть на народ, показать себя. Прыснитесь ему. Он стойкий, хотя, вот, знаете, я на себя прыскала, я его практически не ощущаю. Я очень много на себя выливала, хотя тут, ну, скажите, какое много, тут совсем ничего использовано. Довольно много пшиков делала. Вот на улице при холоде он раскрывается уже внезапно, и очень так местами даже унисексовый аромат, и местами даже чуть-чуть отдаёт и рис нуаром, совсем чуть-чуть. Наверное, это какая-то общая стезя у Ифраше, у некоторых парфюмов, которые какой-то ноткой между собой, вот, они переплетаются на нотном стане, вот так стоят аккордики, да, и вот какая-то там, допустим, ре минор, и какая-нибудь нотка ре через октаву в каждом такте всё же идёт. Вот сейчас он мне всё-таки свеженько-тёпленьким. И вот он, действительно, на себе не ощущаешь, не надо бояться, что пыль, скажешь на себя много, и какой-нибудь особо чувствительный человек скажет, возможно, скажет тебе, а, чем ты тут надушилась, и тебя так воняешь, воняешь, воняешь. Никто такого не скажет, потому что он, ну, настолько нейтрально лёгкий, что он не ощущается, не сильно так вообще, не даёт никуда, куда ни в нос, там, ну, никак-то такого нету. Идёт тонкий, лёгкий шлейф. Не напрягает ни тебя, ни тех, кто рядом. Очень классный. Я думаю, на этой ноте надо заканчивать. В общем, я с радостью приму все ваши критические замечания на тему каких-то моих ошибок подобного вида ролики, типа, пардон, ролики, если они были. Потому что я не смотрела до конца эти парфюмы, обзоры, и я решила, что это, наверное, то же самое, примерно, как, допустим, мои парфюмы осень, сезонные такие обзоры, когда просят записать осень-зима или летняя, или весна, что-то в этом роде. Иногда меня просят, а тут я внезапно без спроса решила записать. И я подумала, что, в принципе, наверное, это то же самое. Если же тут есть какие-то особые правила, и я их нарушила, то, в общем, дайте знать в комментах. Всем спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok